Добрый день! Следующая интересная тема в зооп компонент архитектуре так называемая subscription adapters то есть в отличие от обычных адаптеров адаптеры подписчики используются если мы хотим чтобы они адаптировали один и тот же объект ну и в процессе адаптации решается различные какие-то различные задачи вот в данном примере в help или в документации по зооп компонент архитектуре приводится пример работы с документами вот рассмотрим проблему верификации документа хранимого значит у нас есть объект и мы хотим чтобы значит оценить он подходит ли к определенному набору стандартов и для этого мы определяем интерфейс для определения варификации ну вот класса и валидейт интерфейс интерфейс на здесь просто интерфейс импортирован был поэтому такое длинное приходится сделать декларацию ну и соответственно здесь задается метод валидейт и в качестве параметра он передается объект наш определить подходит ли объект под набор требований возвращается некоторых строка которые показывают в чем какие проблемы существует при валификации ну то есть если данный объект не подходит под какую-то проверку если возвращается пустая строка это значит что объект соответствует требованиям ну и также сделаем документы то есть вот у нас есть класс мыслей интерфейс а и документ у него есть две составляющие то есть атрибуты саммари ну то есть это краткое содержание текста но и собственно сам текст то тоже атрибут создаем класс который реализует интерфейс а и документ здесь очень просто просто инициализируем объект параметрами передаваемыми в конструкторе ну и теперь мы хотим например задать несколько правил проверки документа например нам например потребуется узнать правда ли что резюме ну да и самаре занимает всего одну строку потому что язык пайта ночи принципе в другом языке мы же можем через перевод строки обозначить двух-трех строковые тексты вот чем мы для этого делаем значит создаем специальный класс single-line summary вот он ничего не наследует стандартного объекта дальше мы для него определяем что он реализует интерфейс а его ли дает вот этот вот который мы определили в начале и адаптирует к нему документ то есть документ адаптируется к этому интерфейс ну и понятно что вот у нас есть конструктор на втором месте стоит контекст ну здесь его назвали ток для того чтобы было проще понять что мы тут делаем ну и задача этого и не то состоит в том чтобы собственно сохранить этот документ документ когда мы к адаптеру обратимся вызовем у него метод валитейт то тогда что нужно сделать что значит если бы слышим то есть перевод строки не содержится в самаре то тогда возвращаем пустую строку иначе пишем сообщение самаре еще длину ли хайл онлайн то есть это поле должно занимать только одну строку ну и дальше мы на мир можем требовать чтобы текст снимал не больше 1000 символов был длиной создаем новый класс адекват и декой клэнк и он опять же реализует а его лиды и адаптирует ай документ здесь все одинаково можно было кстати унаследовать от какого-то общего класса и дальше происходит проверка смотрим длину длину тела документа если она будет меньше тысячи до тогда пишем ту шорт она вот листа действительно невнимательно либо значит пустой строк дальше происходит следующее значит мы импортируем компонент и говорим что у нас есть адаптер подписчик и вот мы оба их регистрируем то есть из информации содержащиеся в классе определенной при помощи таких декораторов берется информация вот эта информация используется для регистрации то есть их регистрирует под комбинацией ай валидейт ай документ ну и дальше можно использовать подписчики для того чтобы проверять объекты вот создаем объект и документ здесь явным образом видите в первой позиции первом аргументе перевод строки присутствует ну и текст вот такой короткий ну что дальше мы делаем дальше мы перебираем все адаптеры адаптирующие наш документ ну тут как бы мульти адаптер используется да но адаптирует один документ поэтому используем все равно список адаптированных элементов какому интерфейс ай валидейт то есть наводим адаптер теперь смотрим если адаптер это уже экземпляр да включающий в себя уже вот этот документ в качестве контекста значит запрашиваем у него валидейт если он не пустой тогда значит их будет истинный и в этом случае мы опять повторно его запуская получаем строку с ошибкой сам расчет он ли я в онлайн и ту шорт пергам другой документ здесь все то же самое только это слово повторено тысячу раз в общем все аналогично но здесь второй верификатор сообщает то что все в порядке третий пример это когда мы подаем правильные самары и неправильный боги в этом случае у нас то шорт выдает хендер значит хендеры то есть это такие адаптеры которые выполняют работу случае возникновения какого-нибудь то есть момент адаптации да вот этой вот обычно обработчик вот этих англера запускается если происходит какое-нибудь событие зуб компонент архитектуре есть система передачи событий вообще под событием объектно-ориентированно программирование понимается то есть так как она в 70-е годы было определено это посылка сообщения одного объекта другому объекту все составляющие являются описанием события ну информативная часть кто послал кому послали какое сообщение какие были параметры но это в чистом объектно-ориентированном программировании в компилируемых языках c-sharp вот python например невозможно перехватить посылку сообщения то есть вот такого нету просто в самом языке поэтому приходится делать как то есть мы когда некоторым объекту присылается сообщение либо по факту посылки значит перед или после ну там зависимости от архитектуры системы явным образом где-то запускается конструкция инициирующая некоторые события ну так вот значит хендерс это такие адаптеры подписчики которые не ничего не создают тут про написано факт через то есть хендерс порождает сначала экземпляр выполнять какую-то конструкцию над объектом и ничего не возвращая они значит выполняют свою работу когда будучи вызванными и обычно используется для обработки событий ну как я и говорил так как хендеры никаким образом не используют информацию о том кто его вызвал так в принципе да то тогда и не надо вообще говоря передавать вызывающий объект какой-либо возвращаемое значение и более простым или более понятным способом реализации обработчик хендера является использование простых функций а не они классов в качестве адаптеров вот пример им продать тайм документ крейтед ждите некоторые event ну это уже скорее всего адаптер давить и вен . dog created пассивен . ивент это адаптер док это контекст и крейтед это новое поле которое в нем создается то есть у него добавляется время создания то есть у нас есть какой-то документ и мы к нему добавляем просто информацию о том когда он создан аналогично можно документы добавлять например в какую-нибудь систему индексирования мы попробуем как раз сделать систему индексирования по имени у наших файлов немного это ненатурально выглядит но просто неохота создавать какую-то новую систему компонент первым делом создается и бэнд события создается два этапа значит создается интерфейс в интерфейсе мы объявляем что у нашего события будет поле док ну и собственно реализуем класс который адаптирует документы к нашему событию дальше создаем обработчик обработчик определяется просто в виде функции параметр который передается наш event ну и тут дальше мы создаем в документе новое поле с текущим временем когда мы его создали ну и и в модуле компонент зуб присутствует права и хендер и для него мы в качестве параметра передаем функцию обработчик то есть там регистрируется тот факт что события а и документ крейт это обрабатывается этим обработчиком то есть письма элегантный способ даже если сравнить с код этом с гтк немного конечно здесь больше программировать но зато используется чисто внутренней конструкции для обозначения событий ну и вот теперь мы можем создать собственно события используя метод handle функцию это функция внутри компонент модуля да ну и вот мы говорим что вот у нас есть некоторый документ документ крейтит то есть есть документ мы создаем для него события да и запускаем handle вот потом что дело происходит мы здесь мы просто проверяем если у нас date time частности то есть какого класса наш этот поле да это вот она handle запускается все вот эти вот подписчики и обработчики пример если мы создаем документ поможем дату к нему добавить поместить его в базу данных чисто так даже реализовать домой вот и поместить его в индексируемый какой-то там корпус какой-то модуль который индексации текстовой информации занимается можно проводить там все вот эти проверки ну и так далее таким образом мы получаем очень эффективный способ расширения функционального набора нашего приложения давайте попробуем реализовать хендлер с подписчиком я думаю это не так интересно хотя в принципе тоже можно что-то сделать вот а с хендлером будет даже поинтереснее ну вот я создал модуль хендлерс он будет в себе содержать обработчики ну и описание интерфейса класс например ай файл этот ты добавлены файл интерфейс соответствии с определением начну на какой файл на можно файл написать можно контекст в этих файл тут правда файл это встроенный встроенная функция в питоне поэтому давайте ее спрограммируем следующим образом я решил не париться сильно второй класс ай файл в принципе можно не обязательно там файл просто можно так сделать объект мы можем посылать то есть задавать вот эти вот и ивенты не только для нашего списка файлов для каких-то других списков и так далее вместо контекста можно обжиг написать но обжиг тоже типа ключевое слово тут так можно наследовать ай объект этот правда тут опять же трудно предсказать посмотрим все будет работать мы заново перепрограммируем ну то есть когда мы наследуем ай объект этот да то мы наследуем все его свойства в том числе например регистрируемость его в качестве события теперь собственно хендер нужно нам добавить сюда только это не просто объект добавлен да нужно здесь писать собственно что мы хотим от этого добавления предположим мы хотим просто сделать список наших объектов в виде словаря да пускай какой-то у нас есть словарь глобальный по идее тоже его бы можно было бы сделать утилитой мой дом сейчас пока оставим так и потом если чем его допилим лент теперь нужно д сейчас вытащим оттуда у нас не документа файл файл да то есть ф равно event точка вопч таки нам еще потребуется имя ф точка name с интерфейса посмотрим что у нас там вот у нас name и сайт есть вот мы взяли имя и теперь по имени поместим сюда объект помещать будем файл непосредственно так как он уже добавлен к списку файлов все проверки по поводу интерфейса уже по поводу тех интерфейсов которые он реализует уже сделаны но опять же это мы предполагаем по идее можно здесь тоже эти проверки поставить ну вот и можно еще распечатать писать лист или там д равно д на экран так и теперь мы должны его зарегистрировать то есть зуб компонент нам нужно оттуда provide provide handler provide handler сейчас посмотрим как там немножко тоже обновилась да то есть когда я изучал эту систему там было нужно было опять же этот global site manager взять найти его как subscription adapter регистрировать а тут у нас все упростилось немножко главное что global site manager куда-то девался object edit ну и то же самое object removed event можно скопировать положим все правильно сделал хотя не следует так делать если f in d тогда мы его нужно оттуда удалить и распечатать что в результате получилось provide handler нет эту штуку лучше сюда поставить object removed так еще нам не хватает самих ивентов то есть класс object added пускай там event местный континент base ну можно object написать можно без object есть нет self что там общ да self общ равно общ вот мы его сделали ну теперь здесь просто пас идем хотя в принципе может быть и event base уже подойдет но мало ли чем то захотим от object edit или object removed вот теперь идем в наш компонент 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 мы договорились он в себе содержит просто реализации компонентов вот здесь нам нужно импортировать from from sub handlers from handlers handlers import значит что там нужно i object added i object removed ну запятая object edit и object removed ну кстати они нам все и не нужны но так object removed ну вот я нашел место что у нас должно быть там handle лучше да handle теперь должны сделать сообщение так handle сначала импортировать надо все компонент adapted handle что там он его не нашел подозрительно ну да компонент handle теперь magic created doc кстати еще не обозначил тот факт что наши хендлеры ну или как функции являются обработчиками для данного интерфейса то есть adapter i object неправильно да вот этим и не отличается ну может было да действительно base это сделать один так то есть было и так ну так и если то есть и это это Попробуем тут componentHandle написать. Если что, поразбираемся. Так, componentHandle, objectEdit, и аналогично objectRemote. По идее, сейчас можно просто запустить тест и посмотреть. Должно вот это D выводиться. Запускается тест и куча ошибок. Сейчас поразбираемся. А, ну да, класс. Забыл расставить. Так, рассмотрим. Дальше исправляем ошибки. То есть боремся с этой вот ошибкой. Перепутал туда the implementer. Дальше. 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 Смотрим, что дальше. А, objectNotDefined. Copy and paste. Видите, эта часть уже заработала. Видно, как она пополняется. То есть, one, two и так далее. Вот, а remove что-то здесь неправильно. Сейчас поразбираемся. Ошибка вот в этой букве. О! Автоподстановка. Ну, здесь тоже получилось. Ну, тут не на ту клавиш нажал. Так. Ну, в общем, вот я исправил. То есть, object removed. Исправил все эти адаптеры, имплементеры. Я уже все расставил по местам. На игру сзади, видите, что получилось. То есть, добавляется one.txt с указателем на наш объект. Файл, да, в components. Потом второй добавляется. И потом один из них, по-моему, удаляться должен. Вот я пометил добавление и удаление. Тут у нас одно удаление получается. Запускается. Только непонятно, что удаляется. Здесь ошибка. Надо было name смотреть. то есть, им в словаре работает поиск по ключу, а не по значению. Ну, вот видно, что txt удалился второй. Ну, такая система. То есть, понятно, что мы в начале, да, тут долго программируем все вот эти ивенты. И, кстати, и так надо программировать. Что в Qt, там, что в других системах. Мне просто удобнее с Qt сравнить, потому что там одна из элегантнейших систем связывания событий с обработчиками. Но в этой системе она, мне кажется, более интересная. Ну, по крайней мере, она более универсальная. Если кому интересно, можете смотреть дальше. Я вам сейчас покажу систему сообщений в Qt. Вот рассматривается пример. Значит, как сделать так, чтобы при нажатии крестика, да, в Qt-шном приложении, нужно было бы, например, сохранить информацию на диск при закрытии. Либо вывести на экран сообщение пользователю о том, что происходит закрытие окна. В общем, делается это путем связывания. То есть, один объект посылает сигнал другому объекту. Ну, или создаёт некоторое событие. И вот при возникновении события запускаются обработчики. То есть, ну, фактически получается, что косвенным методом посылается сигнал между одним объектом и другим другому объекту. То есть, в программе вот этого связывания в начале, то есть при компиляции нету. Но в процессе эксплуатации системы, ну, то есть на каком-то этапе, происходит такое связывание. Причём, по факту возникновения события можно несколько слотов запускать. И в нескольких объектах. Значит, связывание делается при помощи метода. Ну, он в Object есть. И вот так как это Object-то всё наследовано. В принципе, в каждом из классов Qtace есть просто отдельно. То есть, Connect — класс, который посылает сообщение, точнее, экземпляр этого класса. Название сигнала — значит, приёмник, объект-приёмник и слот. Слот — это метод, определённым образом организованный. Ну, там в основном параметры должны соответствовать параметрам сигнала. В Qtace сигнал обозначается строкой. Ну, по крайней мере, когда я последний раз смотрел, оно так было. Да, сигналами в Qtace называется событие. Не знаю, почему они так сделали. А слот — это в рабочих. Вот небольшой пример есть. Счётчик, да, смотрим. То есть класс счётчик, у него есть конструктор, который инициализирует значение приватное, скрытое, нулём. Вот, значит, это функция, которая возвращает это значение. Ну, получается, что это свойство, да, property, своего рода. Есть set value. То есть, в смысле Model ViewController — это, получается, у нас модель предметной области. Никаким образом не привязанная, кстати, к Qt. У него даже, вот видите, копчик-то нету здесь. Дальше что тут происходит? Создаётся счётчик. А, ну здесь, получается, они его адаптируют. Ну, в принципе, можно было сделать класс, там, counter, например. Handler и тому подобные вещи, которые будут внутри себя содержать вот эту информацию. Ну, тоже что-то вроде адаптера, только статического. То есть, в C++ в Java разделяют статический адаптер и динамический адаптер. Статический адаптер реализуется путём, там, наследования и реализации интерфейсов. А динамический, как раз, при помощи динамического связывания. Ну, это я так немного отклонился. Короче говоря, взяли они вот эту модель и адаптировали к Qt. Значит, благодаря вот этому макросу CoObject MetaObject Compilator, то есть это компилятор различных вот этих вот расширений языка C++ в язык C++, в mock файл, да, вот он, значит, смотрит, исследует этот объект, да, и вот эти вот элементы фиксируют для себя. То есть есть сигнал value changed, так и у него параметр есть int new value и слот set value, то есть устанавливает значения. Теоретический базис наличия этих сигналов там или событий заключается в том, что используется для моделирования предметной области динамическая модель, представленная в виде объектов C++. Вот, смотрите, что получается. В чем состоит динамика? То есть динамическая модель, это такая модель, где ее элементы меняют свое состояние, там, во времени, например, да. Привязка ко времени значениям, это тоже динамика, таким образом выраженная. Мы его смотрим, видите, set value, да, мы передаем параметр value, теперь смотрим, если новое значение не совпадает с тем, что было записано, то мы присылаем значение, то есть меняем состояние и запускаем сигнал, создаем value changed и передаем в качестве параметра новое значение. К нему, вот к этому событию потом можно привязывать куски пользовательского интерфейса. Вот у нас есть два каунтера A и B. И теперь мы говорим, что давайте привяжем сообщение value changed, не сообщение, а сигнал, да, объекта A к обработчику set value объекта B. То есть как только A меняется, B меняется тоже, вот, и получается так, что A будет всегда равно B. Вот мы A устанавливаем в 12, потом B устанавливаем в 48, но до момента присвоения 48 в A то же самое число 12 помещается. Вот таким вот образом работают сигналы и слоты. Есть еще более, более подробный пример, можете тоже посмотреть. Я просто загуглил Qt сигнал slots и сразу же попал на вот эту страницу. Я тут пошарился в smalltalkie proactive pharaoh. И здесь сообщение, ивенты, то есть создаются при помощи специального объекта announcer. Ну вот здесь в конце есть пример создания собственного объекта announcer. То есть создаётся класс цвет. Ну это, собственно, информативный объект, ну типа документов. Вот, и у этого класса, у экземпляра создаётся announcer метод. Вот он что делает, он смотрит, если внутренняя переменная у нас нил, то тогда присваивается значение и возвращается вот это вот присвоенное значение в качестве announcer. То есть только при необходимости создаётся некоторый класс, который будет у нас и инициировать создание вот этих событий. И вот потом, например, если мы создаём метод, меняющий цвет, ну то есть состояние нашего объекта, то мы, собственно, присваиваем наше состояние, запрашиваем местный наш announcer. И у него запускаем метод announcer, который вот эту всю конструкцию реализует, вот эти обработчики и тому подобное. То есть он их там считает где-то там, содержит и запускает обработчика. От color change announcement, new, это создание объекта. Потом new color, color. И возвращает yourself, ну то есть вот этот экземпляр, в качестве объекта. И announce его потом продвигает в систему передачи сообщений и запускается handler. Так, а где-то у нас color change announcement. А, ну это вот он. То есть это вот этот наш адаптер получается. Объект-адаптер типа object removed там или object tab. Ну вот в C-Sharpy делает следующим образом. То есть есть вот такой вот counter. Сейчас мы с ним тоже разберемся. У него есть поле трещут-ричит. Вот это поле, оно в себе содержит хендлеры для событий. И вот мы если хотим, вот у нас есть глобальный класс, да, там у него main есть. И вот в случае возникновения события мы хотим запустить метод статический у main, да. c-trещут-ричит. При этом мы уже можем узнать, кто нам послал. И event args это собственно информация о событиях. И вот хендлер просто на экран выводит некоторые сообщения. Ну как вот у нас там состояние структуры D, да, было реализовано. Вот как вот этот counter реализованный вот это трещут-ричит. Что идем наверх. Вот он класс counter. Есть специальный публичный event. Event handler. Класс, да, используется в качестве типа вот этого поля. Трещут-ричит. Теперь создается здесь метод. Он трещут-ричит. И в параметр передается вот этот вот event уже. Event args. Ну да, он здесь должен быть обязательно такого класса в параметрах. И вот если этот объект не null, то тогда... Ну то есть если там что-то есть внутри, да. То тогда запустить. Ну то есть вызвать хендлеры. Передавая в качестве объекта, который послал сообщение себя. И вот этот параметр event args. Ну вот это распространение вот этого инвока, да, по тем объектам, которые были зарегистрированы в качестве обработчиков. А это методы. Используются делегаты. Ну тут я не стал сильно разбираться. То есть это все внутренние механизмы C-Sharp. Если кому интересно, можете посмотреть. Вот. А данные, которые передаются в качестве аргумента event args. Здесь вот создается новый класс. Ты счет. Ричид. Event args. У него есть два поля. Ты счет. Get set. Но это property. И время. Time Richard. Тут, к сожалению, нет примера, как это все вызывается. Ну то есть вот этот on time Richard. У системы. Ну это я думаю, что тоже не сложно. Здесь такая сложная система, потому что есть вот, ну в частности, обработка статического типов данных. Вот еще он шел для Dolphin Smalltalk, да, но это сейчас уже проект установленный. Систему. Система обработки событий. То есть здесь смотрите. То есть вот некоторые субъекты есть. Ну какой-то объект. Мы запускаем событие Trigger. Там event. Вот. И обработчики, они должны были заранее зарегистрироваться. Ну вот здесь вот, например, обращаемся к самому себе. То есть если есть некоторый event object. Так, ну сейчас посмотрим. Да, вот. То есть subject, когда вот возникает вот самый event. Ну это символ, да, то есть. Ну некоторые глобальные константы, я будем так считать. Тогда послать вот некоторые значения вот в этот самый блок. Ну тут у него, правда, параметров нету, поэтому не получится узнать, чем вот это вылью. Когда второе сообщение возникает, это какой-то другой способ тоже отправить. То есть вот, вот это у нас метод, который регистрирует обработчик, да, в виде блока. То есть блок вот такая структура. А это, собственно, Trigger. И это все, по крайней мере, когда я им пользовался в 90-х годах, было реализовано в классе Object, то есть в корневом классе. Ну, то есть вы видите, да, что передача, то есть создание событий и обработка этих событий довольно часто везде используется, как способ расширения набора функций. Да, ну вот еще один могу прописать. Вот здесь тот самый Imex. Если зайти сюда в настройку, настройка в Imex делается при помощи диалекта Lisp функционального языка. И вот в нем есть, например, такая функция AddHook. У меня первый параметр передается идентификатор, ну, по типу того ивента, да, который мы только что видели. А второй аргумент это функция, которая будет обрабатывать, то есть она будет запущена, как только вот этот Hook будет инициализирован. Значит, в этом примере запуск Hook'а нету, но я думаю, что это просто простая функция, которая говорит о том, чтобы взять все Hook'и, ассоциированные, значит, с этим символом, все функции и последовательно их запустить. Может быть, сканирую возвращаемое значение, если оно там будет, например, равно чему-то, то дальнейшие Hook'и не запускать. Вот, ну, на этом я заканчиваю. Если какие-то вопросы будут, пишите. Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok